Во имя Отца и Сыны, и Святого Духа. Аминь. Здравствуйте. Мир вам. Спасибо. Православный христианин. Ищу людей, с кем побеседовать о Боге, о Спасении, Душе, о Вечности. Может, какие вопросы есть? Когда будет хорошо у нас. А что именно? Да, все хорошо, чтобы у вас здоровья побольше. Здоровья побольше. А может, нам здоровья-то как раз и не надо порой бывать. Может, порой нам здоровья-то как раз и не надо. Как не надо? Ну, вот так, Господь, греши много, Господь, раз, наказание нам в виде болезни. И все, ты уже не так грешишь. Нет, нам здоровья-то больше. Если для добрых дел, молись, и Господь даст. Конечно, для добрых. Ну, вот я про что и говорю. А бывать, Господь останавливает через болезнь, то есть ты в этой суете суетишься. Приятного аппетита. Спасибо, здравствуйте. Православный христианин, ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о Вечности. Может, какие вопросы есть? Нет, спасибо. То есть неохота вам аппетит портить, да? Да нет, просто как бы, ну, я так зашел сюда чисто случайно, и вас вот встретил. А я зашел не случайно. Я помолился, и Господь побудил меня зайти, чтобы здесь поговорить людям о Боге, рассказать. Спасибо большое. Православный христианин, ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о Вечности. Может, какие вопросы есть? Да нет, нет вопросов. Вы говорите, тоже православные, да? Да. Сегодня в храм Господний ходили? Сегодня нет. А это надо, это заповедь Господний, четвертое. Помни день субботний. А у нас сейчас для христиан это воскресный день. Седьмой день. То есть шесть дней Господь говорит, заповедал, трудись, а седьмой посвяти Господу Богу Твоему. Ну, кроме храма еще надо, там, если у тебя больные, если у кого знакомые есть, сходить, больнуюницу. Если есть Евангелие, Евангелие человеку подать. Чтоб человек тоже шел к Иисусу Христу. Вечность, ко спасению, Царство Небесное. Нам же Господь сказал, идите, проповедуйте Евангелие всякой твари. Если вы Евангелие, конечно, читали. То есть всякому человеку... То есть если честно, ну, не знаю. Видите, а вот меня, я сам же 26 лет только стал верующим. И вот эта книга вот меня как раз дала на все мои вопросы, ответы. О смысле человеческой жизни я стал тоже в православный храм ходить потом, в дальнейшем. И все, крещение принял в 28 лет. Два года готовился к крещению. То есть я серьезно к этому подходил. И в дальнейшем приехал, вот я сам с Урала, а приехал на Алтай. Сейчас вот нахожусь в городе Барнов, Алтайский край. Здесь две православные общины. Вот здесь нахожусь в православной общине. Крестовозвиженское называется. Здесь вот живу уже. Мы сами в Иркутске. Ну, это далековато. Мы там были с благовещенской поездкой. Книги развозили православные. Библиотека. Центральная библиотека Иркутска. Я сейчас не знаю название, не помню ее. Там тоже были. Все понятно. Если у вас желание будет... Всего доброго. Свините. Если у вас желание будет, можете зайти на наши ресурсы. У нас в сайте есть форум и на ютубе канал. Во свете библии называется. Все хорошо. Все с Богом. Мир вам. Здравствуйте. Православный христианин. Ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Нет, ну я в Боге сидел, так что разок. Нет, не полгода, а других темах могу сказать. Ну если вы курить не будете. Ну ладно, ранее вас покушу. Видите, я-то зашел в чат рулетку, у меня единственная цель поговорить о Боге. У меня больше другой цели нет. А вот вы, например, если вы человек неверующий, раньше-то вообще как-то задумывались об этом? Есть Бог, нет Бога? Ну, раньше, да, задумывался. Ну и к какому, почему так вы выводы к этому пришли? На основании чего? Ну, ясно сказать, изучил, типа, ну, науку и вся такая, и мне этого достаточно стало. Ну, науку в чем вы изучили? Как вот, например, Ньютон, другие, Исаак, другие были очень верующие люди. Все вообще, которые Господь дал открывать, какие-то открытые, великие, они все были верующие. Ну, типа, даже создание Земли мне этого, ну, вот, ну, как зародилась наша Земля, это уже, типа, очень сильно противоречит Библия и все такое. Ничего не противоречит. Ну, так. В Библии даже написано то, что на нашей планете 3000, чем-то лет, да? Нет, нет, не 3000. А, хватит. 5508, это от сотворения мира, вот, и 2000, сейчас 19-й год идет. Вот, прибавляйте, 7000 с чем-то. А, ну, вот, а так наша планета миллиарды лет же стоит. Ну, вообще, в Библии написано, если вы же читали книгу Бытия, там, в первой главе написано, что Господь творил первый день, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, седьмой он отдыхал. И написано у Бога тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. То есть, для нас это просто нам дано, как говорится, аммофоро, как там слово-то я забыл. Ну, одни слова, о человечине называется эта наука. То есть, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. Например, Господь говорит, про трусов, про стру сапог мой, там, это, на землю. Но это не значит, что он в собаках ходит. Просто это образное выражение дается для нас, чтобы нам понятно было. Бог есть дух, и он сотворил из ничего, сотворил, как вот есть. То есть, люди начинают спорить, курица или яйцо там впервые появилось. Курица, конечно, потому что Бог сказал, и курица закудахтала, и пошла. Потом снесла яичко. Просто я как-то не хочу вам свое мнение навязывать. Это по-любому спорту произойдет. Нет, тут главное идет речь о спасении души. То есть, в мир сошел Спаситель, Христос. И он взял все грехи мира на себя. Вот сзади меня там распятие на стене. Вот это говорит о том, что это любовь Божия проявилась к нам, к грешнам. То есть, он умер за вас, за меня умер. То есть, если мы этой верой принимаем его в жертву, тогда мы имеем прощение грехов и жизнь вечную, которую Господь обещал любящим его, исполняющим его святые заповеди. Вы же сами умрете, вы так же умрете, как я умру. Я вам отвечу, согласно Библии, там написано, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден, потому что я веру во имя Сына Неродного, Иисуса Христа. Все. Ответ один. Бог назначил план спасения, мы должны или принять его, если мы его отвергаем, нас ждет только от вечного мучения. Потому что мы начинаем спорить с Создателем своим, противиться его воле. Я, например, 26 лет обратился, то есть 26 лет я тоже жил греховной жизнью, неверующий Бог. Но я всегда искал, в чем смысл человеческой жизни. Были свои вопросы тоже. И вот через Библию, через эту книгу, я как раз нашел все свои ответы на все свои вопросы. Ну, я не знаю, может быть. Не, вы просто, вот смотрите, многие люди говорят, вот Бога нету там, я говорю, а ты поработал умолиться? Нет, не пробовал. Говорят, ты начни просто своими словами, Бог же живой, ты своими словами в уме, тебе же не составляет там на коленях стоять, или что, просто идешь даже, или где-то сидишь, или там на постели лежишь, скажешь, Господь, если ты есть, откройся мне. Я вот сомневаюсь, что ты есть. И Господь тебе откроется обязательно. Если ты искренне этого желаешь, конечно. А если ты не желаешь, тебе нравится жить во грехе, ты так и проживешь во грехе, а конец твой будет от вечного мучения с сатаной, и дьяволами, и ангелами его. То есть нам Господь дал свободу. Он сотворил нас по образу и подобию своему, то есть дал свободу выбора. Я выбрал следование за Христом. Как вы выберете, это от вас уже зависит. Ну, если у вас, как говорится, у вас никаких вопросов нет, ничего, размышлений, тогда можем попрощаться. Если у вас желание будет, у нас есть видеоканал в интернете, можно зайти, много чего полезного для себя услышите, увидите. Мир вам. Мир вам. Православный христиан, ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души и вечности. Может, какие вопросы у вас есть? А вы верите в Бога? Ну, если я говорю, я православный христианин, совершаю крестное знамение, конечно, верю. А почему, если девчат рулетки, вы же верите в Бога? Здесь нельзя сидеть, тут очень много портографии. Вот смотрите, Господь в Евангелии так сказал, говорит, я пришел спасать не праведников, а грешников. Я был точно такой же грешник до 26 лет. Та же блудил, та же совершал бенусные грехи. А Господь меня, вырвал из этого рабства греха и сказал, иди и следуй за мной, и твори добрые дела, исполняй его святые заповеди. А это я все узнал через эту книгу, Святая Библия называется. Вы решили сюда в чат рулетку? Да, Господь, я помолился, Господь побудил зайти в чат рулетку, потому что я-то свою жизнь прошлую помню, я знаю, кто я такой был, у меня внутри в душе всегда был поезд, то есть святого, что-то такого доброго в людях. Я не мог найти, потому что кругом грех один. А Господь мне потом указал. Вы сейчас находитесь в церкви? Нет, не в церкви, это у нас частный дом. У нас здесь трапезная, у нас православная община, это город Барново, Тайский край. И вот здесь, в этой трапезной, мы собираемся для молитвы. Что? Вы тоже в Барново? Ну вот мы находимся на Ползуново 6, если вам эта улица известна. Ну, слава Богу, а вы-то зачем здесь сидите, расоведущие? А вот я вам сказала просто... Вот я вам... Я вам рассказал для благовестия, то есть людям рассказать о Боге. Вы брату скажите, чтобы он лучше сходил в храм Господень, помолился и там нашел себе верующую девушку. А здесь-то кого он будет искать? Здесь редко найдешь, с которым человеком можно побеседовать нормально, по-человечески. А я раньше вот ходила в церковь, я там два года ходила, а потом меня начали осуждать, и я пиздала. Вы Евангелие раньше читали? Евангелие, Новый Завет вы раньше читали, когда в церковь ходили? Здравствуйте, батюшка! Мир вам! А батюшка, можно вас, пожалуйста, поинтересоваться? Говорите, слушаю вас. Батюшка, скажите, пожалуйста, я вот сегодня сон видел, на чердаке я видел мертвую ворону, а потом она ожила, и как бы у нее глаз был черный-черный прям. Можете, пожалуйста, вот как мне вообще вот это понять-то, Соня? Я никак не могу понять его. Но я это искал голубя на чердаке, а нашел там мертвые вороны. Одна жила, у нее глаз там черный-черный был. Я вам так скажу, толкование ваших снов я не знаю, потому что мне Господь не дает этого. Но примерно можно догадываться, если вы искали небесного, а очутились во грехе, вот в грех на вас сейчас и смотрят. Я сам православный христианин, людей призываю жить по Евангелию, по Слову Божию, исполнять его святые заповеди, чтобы унаследовать жизнь вечную, веру в Христа. Потому что Господь наш, Иисус Христос, Он сказал, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу небесному, как только через меня. Путь на небо через Христа. Читайте вот эту книгу, вникайте здесь на все ваши вопросы относительно жизненных ситуаций, нашей вообще спасения души. Здесь вы все найдете, если будете читать. Я 26 лет уверовал и стал читать, и мне Господь все открыл. Господь, говорите. А вот это вот, я как бы в Бога стараюсь сильно верить, вот как бы я в Него верю. Ну и верю в противоположную сторону. Ну как бы в добро и в зло, у меня вот я как бы притягиваюсь больше к добру. Ну а как понять вашу веру в добро и зло? Что подразумевается добром, а что подразумевается под злом? Ну я осознаю, знаете, у меня мысли плохие, я со своих мыслей я выхожу, я молюсь Богу, но хочу, чтобы мне все мысли вот эти прошли. Я осознаю, что я делаю, и знаю, что это грехи, и знаю, что нельзя, но это все равно делаю. На это есть ответ. Именно вот в этой книге Святой Библии Новый Завет называется. Апостол Павел там прямо сказал, человек, совершающий грех, он раб греха, а который исполняет, живет добрые дела, творит тот раб Божий. То есть здесь уже от нас зависит. Если ты молишься и призываешь Бога, что Господи, помоги мне сделать, потому что борьба с скверными мыслями, с плохими, это у каждого человека даже, например, вот даже человек глубоко верующий, у него все равно эта борьба происходит. Но только мы за что будем судимы на суде Божьем осуждены? Если ты свою волю, то есть у нас же есть своя свободная воля, если ты ее направил на добро, за это Господь тебе возглавляет. То есть ты будешь это в Царстве Небесном. Если ты направил зло, за это будешь отвечать за это зло, которое сотворил. Здесь никто не винат. Я не знаю, пожалуйста, за шалатанство, что будет, что людей обманывают, человек. Написано, участь лжецов в озере Огненном. Это смерть вторая. Это конечная инстанция, то, что тебя ждет, твоей души бессмертной. Вечным мучением. За каждого... Если ты искренне покаешься, обратишься, вот у меня 26 лет, я уверовал в Бога, то Господь тебе прощает все грехи, поверит твои, конечно, если ты в это поверишь, и дает тебе, иди, говорит, и следуй за мной, то есть исполняю вас в этой заповеди. Все, ты уже... Тебе никакая мысль, у тебя же на ложь никогда не пойдет. Тебе будет совесть так обличать, что ты никогда скверно слово не скажешь, никого не обманешь. Ты даже будешь других об этом обличать и говорить, зачем вы лжете. То есть других будешь наставлять. Я... Послушайте, батюшка, я в Бога верю, хожу в церковь, молюсь, но, понимаете, у меня такое положение, мне какое-то... А я вот вам скажу, вот, например, я здесь вот, я сейчас живу в Алтайский край, город Барнову. Одно время работу себе искал и начнул почтальон-курьер. И вот я ходил, разносил от налоговой письма по всяким организациям. А так как уже писем много, а этих почтальонов мало, мне на работе начали говорить, типа, пиши задним числом, то есть другим числом совершенно, потому что у них там две недели надо письма уже разнести, а я нашел уже через месяц почти, уже надо второе письмо нести, я только первое несу. Я говорю, нет, я христианин, я не могу соврать, за это Господь меня накажет. И тогда они делали так, говорит, ты пиши карандашом, какого-то числа ты там, именно реально, как я пришел, отнес письмо, а мы, говорит, сами уже там свое дело сделаем. То есть они уже сами за себя ответственны. А я перед Богом нечистый. То есть я не пошел на эту лужу. Все в нас. Не при Господе, если я уже тысячи, тысячи людей обманул. Покаяние. То есть рогами в землю, и Господи, помоги мне. Я же тоже, например, 26 лет прожил во грехе. И когда вот эту книгу стал читать, Святую Библию, то есть начать на основу завета. И эта книга мне поставила на колени. Я осознал, насколько я грешен перед Богом. Господи, помоги, я сам ничто. То есть я погибший, на самом деле. Человек, который живущий во грехе, он погибший. Ему самому оттуда не вылезти из этого рабства греха. Только Господь наш Иисус Христов. Ну а для этого надо воззвать, то есть устремиться в молитве, просто оттуда вырвет из этого рабства. Своим силам даже не пытайся. Бесполезно. Если ты своим силам будешь на себя надеяться, что завтра, Господи, я не буду грешить. Это не получится. Только Богу вся молитва горячая должна быть такая. И тогда Господь тебя вырвет. Да, да, Батюшка. Все, я вас понял. Спасибо большое. Если у вас... Батюшка, отпасы. Давайте делаем. Вопрос, пожалуйста. А вот я, знаете, как бы я молюсь Богу, я не прошу там, что мне надо, отдай мне силу, Господи. Как бы так. Дай мне то, что мне нужно. Но что мне нужно, как тебе вот виднее, чтобы я выбрался из этого всего. Вот я этого не упрошу. Смотрите, Господь в Евангелии Он прямо сказал, ищите прежде Царствия Божия, остальное все приложится вам. Имеется в землю, приложится вам именно то, что там дальше говорилось. Это, например, одежда, пища. То есть об этом ты сильно не заботься. А то, бывает, люди начинают сильно задумываться об этом. Не надо заботиться. То есть работать надо. Понятное дело, что трудиться ты должен своими руками. Но не надо ставить это, говорится, во всю свою жизнь, чтобы в тени у тебя все это заросло. Ищи прежде Царство Небесное, Небесного. То есть читай Библию, молись, благовестуй. И Господь тебе, Господь сразу, если ты начинаешь на путь истинной, искренне вставать, Господь тебе освободит от всех грехов. Тебя уже враг, сатана уже к тебе не будет прикасаться. Но это искренне надо пожелать. Потому что люди иногда говорят, я верующий, а Западе Божий не хочет исполнять. Потому что он понимает, что он должен все отвергнуть. Пьянство, блуд, курение, матерщина и так далее. Вот наше нежелание расстаться с грехом, почему Господь нам не может помочь? Мы сами не хотим расстаться с этим грехом. Я вот это осознал 26 лет. Я Господу вызвал. Господи, помоги мне сам, я погибаю. Господь меня выдернул. Я вам посоветую, если у вас желание будет, зайдите на наши ресурсы. Это у нас есть сайт православный, форум. Там много найдете для себя полезного. Ну и там есть 4124 вопроса, на них есть ответы. Согласно Библии и других православных книг. Есть канал на Ютубе тоже. также называются во свете Библии. Заходите, много узнаете полезного для себя. Спасибо большое. Ну все, оставайтесь с Богом. Благословит вас Господь. Миру. Миру. Ого! Парисеи, что ли? Миру. Мир тебе, друг. Православный христианин. Ищу людей, с кем побеседовать о Боге, о спасении души, о вечности. Но ты фарисей? Я православный христианин. Фарисеи были в прошлом веке. А? Фарисеи были, когда был Господь наш, Иисус Христос на земле. Ну да, две тысячи лет назад. Да. Ну так фарисеи в Иерусалиме и сейчас есть? Ну и что, ну пускай есть. Я-то нахожусь в России. Я православный христианин. Я патриарх в Северуси, не фарисей? Он патриарх. Ну, фарисей. Фарисей можно назвать, если человек живет, как говорится. Хотя, слова фарисей, конечно, в этом негатива нету. Но у нас и так, у православных, говорится, фарисей. То есть, ты фарисей, это значит, ты все делаешь по усталу, законно. Ну да, фарисей. Батюшка, попа, патриарх. Это все же фарисеи. У нас не принято так называть фарисеями. Ну да, я знаю, я знаю. Потому что человек может вывернуть это слово. Плохой, говорится, негатив направить. Просто называть надо своими именами. Вот это епископ, священник. Уж как они живут, перед Богом они сами будут за себя отвечать. Каждый из нас, да, потому что в Библии вот это слово, книга вот эта, она говорит прямо, что ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, перед Богом все будем отвечать. Есть такое, есть такое, я помню. А вы сами Библию читали, да? Ну, пытался жить по ней, но не удержал, не удержался на этом направлении. Видите, в Евангелии есть притча такая, там говорил сам Господь, приводил ее в пример, что если основание ваше не было, твердое, то есть, если оно было на песке, подули ветры, пошел дождь, и этот, раз фундамент был на песке у этого дома, он упал, разрушился. А у кого, говорит, был твердый на камне, а камень, это подразумевается Христос, твердая вера должна быть евангельская. По Евангелии. Это он своему ученику Петру рассказывал, Петр же, значит, камень крепкий. Да, но у него тоже были свои... Я помню, помню. Да, да, и вот как раз там в толкователе, как блажен Фифилак, православная церковь, он объясняет, что почему это произошло, потому что были искушения у человека, он не устоял в вере, упал. То есть, одно из этого то надо выходить, иначе, если человек во грехе умрет, дальше-то только ад будет вечный. Ладно, друг, скажи, а ты в зависимость веришь? В зависимость от сатаны верю. Ну, а в зависимость от Бога? Есть, у апостола Павла написано, есть праведность от Бога, да, то есть, ты жил раньше для греха, а сейчас живешь для праведности, для Бога. То есть, праведность. Да, вообще, красава мужика, тебя видеть, честно, приятно, пообщаться с людьми мудрыми. Ну, это Слово Божие научает, потому что я Библию из рук не выпускаю. Как понятно, да, я знаю, я знаю, неизвестно. Но здесь один совет вам только, молитва, искренняя молитва, то есть, живая беседа с Богом, Господь вас восставит опять. Да, да, я в курсе, мне приятно, я рад, давай, пусть, пусть на твоем побочке, по пути, пути, встречаются более нуждающие люди, друг, блин, вообще, хорошо, что ты есть на этом сайте, я тебе реально так скажу. Спасибо, Христос. Я вам еще хотел посоветовать, если у вас желание будет, конечно, зайти на наши ресурсы, у нас есть сайт, православный, форум. Я, я не религиозный человек, понял, да, мне религия не интересует, но мне интересует больше вера, а я более верующий человек, чем религиозный. Я вам религию не предлагаю, я предлагаю живую веру во Христа. Ну, так, а православие, это же религия. А не религия, это вера во Христа, то, что ее как извратили, это уже другое дело, это церковь Христова. Понятно, Библия одна, да, Библия одна, и у католиков, у православных Библия одна, согласен, но просто смотри, есть вера, вера в то, что в нашем сердце, и религия, это когда, ну, поклонение, вот эти вот, вот так, да, ты, например, продемонстрировал, перекрестился, например, пошел там, в православный храм сходил, там, в Папу, там, поцеловал, там, в икону Божьей Матери, как называемая, да, ну, ты не подумай, я здесь не распихаюсь на тренинг, просто мне смешно, у Бога Матери же нету, по логике вещей, да, нет, в Писании написано, что у Бога есть Матер, если Он все создал. Смотрите, мы как исповедуем, если вы знаете, православный символ веры, там исповедуют, что мы верим в Сына, в Иисуса Христа, как Бога человека, то есть здесь, на земле, здесь Он был, как Бога человека, то есть, одновременно и Бог, и человек, по человечеству, она Его родила, потому что написано, сошел на Ее Дух Святой. Дева Мария. Дева Мария, да. Да, родила, родила от Божьего Духа. Да, чудесный. Да, да. Ну, я знаю, так а при чем тут Божья Мать? Ну, как вам сказать, при чем тут? Если сказать до конца уже, лучше, конечно, называть Христородицей. Христородицей. Подожди, речь идет об Иисусе, или о Боге, Отце. Я же вам... Я говорю про Отца. Смотрите. Бог, мама Бога. Смотрите, смотрите, объясняется, беспрекословно, великое благочестие, тайна. Там апостол Павел говорил, в послании к Тимофею, великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангел, проповедовал в народах, принят веру и в мире, вознесся во славе. Тайна великая сия. Почему и назвали ее, святые отцы, Богородицы? Хотя Бог, он, конечно, не может рождаем, он всюду везде наполняющий. Здесь тоже надо понимать, потому что есть вот такие, как вам сказать, например, в Библии написано, Господь говорит, простру сапог мой, что, Бог в сапогах ходит? Нет, конечно, это Ветхом Завете цитаты я беру и имели. Он имеет в виду про путь. Человек, который выбирает Бога, хоть Бог ему путь, сделает путь. Нет, сапог, это имеется в виду, что он просто, когда, например, ты на букашку наставишь, то есть надавливаешь, то есть раздавливаешь, то есть в этом смысл. То есть простру сапог мой, то есть накажет он тех людей за эти грехи. Хорошо, я понял. Ну вот пример, например, когда Иисус мыл ноги своего членника. Ну? Помнишь, когда он, ну, перед тем, перед тем, когда он, на этом, на Иуде, хлеб оторвал? Да, да. Вот. Для чего он мыл ноги своим ученикам? Ну он же еще запретил в дальнейшем им самим мыть для смирения? Да, для чего? Для чего это? Для смирения. Показать личным примером. Для направления? Ну, не знаю, я знаю, как больше для направления других людей. Мойте друг другу ноги. Да, да. Ну это же делается для смирения, чтобы ты... Опух, вы ноги, это говорит о путь. Это движение, действие, движение. Здесь еще Господь показывал, что мы должны быть не превозноситься над другими. То есть, этим самым он показал смирение свое и нам показал пример, каким мы должны быть. человеком. Ну да. Любовь, любовь, это и есть. Любовь, это, ну, это же не одно, а действие или один элемент. Это совокупность действий, эмоций, чувств, мышления. отношение, это любовь, это совокупность. Вот у меня там сзади где-то распятие крест, там наверху есть у нас место из Библии, это 1 Кориффен, 13 глава. И вот там написано любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. И бесчувствует нищий своего. Да, да, да. Обожаю эту главу, когда на сердце тяжело, всегда читаю ее. Ну вот видите, как чудно. Ну я рад, я рад, что есть человек, на этом сайте есть такой человек, хуже человек, я тебя серьезно говорю, друг, мне приятно увидеть тебя здесь. Я надеюсь, будут люди с тобой общаться и дай Бог, чтобы люди эти стали на правильный путь. Я рад тебя видеть, не очень приятно. А вы слышали раньше такого поэта Никитин Иван Саевич? Нет, не слышал. 19 век он жил. У него есть такое чудное стихотворение, можете послушать? Да, да, конечно. Почему оно мне понравилось, это стихотворение, потому что сам я в 26 лет только стал верующим, понятное дело, в 26 лет во грехе прожил, и мне это очень близко. Измученный жизнью суровой, не раз и себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил, как дышат святые звуки божественным чувством любви, и сердце тревожно у муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина, и цель, и конец, и вечного сына рождения, и крест, и тернового венец, как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Вот такой... Это богодухновенный человек написал. Да, верующий человек. Верующий человек. Человек такого просто сам по себе не может написать, потому что с инзари его просто... Это, понятно, Дух Святой направил этого человека рукой, и он написал, вдохновил его. Да, так все равно Бог через человека. Да, да, так и есть. Аминь. Так же самая вся Библия написана. Да. Руками людей. Да, писали святые Божьи человеки, будучи движим Духом Святым. Петр об этом говорит апостолам как раз. Да, да, да. Апостол. Апостол Петр, да? Да. Это тот, который избивал всех исследователей Иисуса. Нет, это был Павел. Павел, Павел. Он был Саввом, а потом, когда обратился, стал Павел. Павел, Саввил, да. Да, Саввил, да. Я перехнул, куда испоминал немного. Ну да, это потому, что надо почаще в Библию заглядывать. Да, да, ты прав. Давно просто не изучал, не пникал в Писании. Но я вам тоже пожелаю спасения души, это главное, чтобы Господь вас дальше вел ко спасению. Все, оставайтесь с Богом. Спасибо, Христос, вас. Спасибо за тебя, Богу. Все, слава Богу. для Богу. Ты реально, пусть люди тебя слушат, общайтесь с людьми. Мне приятно было с тобой пообщаться. Меня Владимир зовут, вас как зовут-то? Михаил. Михаил. Знаете перевод вашего имени? Да, знаю. То есть, это у вас вообще чудное христианское. Вот у меня Владимир это вообще языческое имя. Хотя, я не знаю, я бы крещение, я бы знал, я бы, конечно, другое имя принял в крещение. Ну, так уж крестился, ладно, Владимир. Ты же можешь поменять имя, если тебе спасибо, Бог тебе скажет. Нет, 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 это меняется только в крещении. Я же православный, я по-другому не буду мыслить. Ну, видишь, как я. Сам себе придумывать законы какие-то, нет, я этого не буду. Знаешь, она. Она можно, в принципе, написано, Владыка мира, но Владыка, я могу быть сам над собой, то есть, сам собой научись управлять, и уже ты будешь Владыкой, как говорится, для себя уже, хотя бы. Мое имя, кто как Бог, подобный Бог. Кто равный Богу? Да. Кто как Бог? Да, я знаю. Мне как-то раз попал, пригласили к, к баптистам, меня пригласили как-то раз. Помню. Так они испугались меня, в мое имя, точнее, представляешь. А почему? Ну, не знаю, я просто, их его пастуха, пастуха их его, просто, в багажок своих знаний, я просто его раздавил, в багажок знаний, понял? Ну, я с ним общался, и просто, он, даже то, что я сам, не постоянен в своей вере, это знание есть. Я просто с ним, когда общался, оказалось так, что пастух ничего не знает, понял? Вот. И когда, а пастуха зовут Александр, понял? Угу. Вот. И он говорит, я Александр, я ему Михаил, так он три шага назад, и глаза на лоб вылезли. Ну, о чем? Разве? Не понял даже, почему он испугался, но в итоге, когда он с ним пообщался, я понял, то, что он ничего не знает, а к сути того, что написано в Писании, не живет в Писании. Да, надо сверять себя с Библией, тут я согласен. Это уже написано, вникай в себя, и учение, живете постоянно, и себя спаси, жить в других. Первый, Тимофеевич, четыре шестнадцать, да. Да, да, да. Ну, я мои стихи не знаю, я просто помню. Но я это, это самый из основных стихов, которые люди обычно заучивают. Ну, Как и Господь, как и Господь в Евангелии сказал, 5,39, Евангелие от Яна, он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне, то есть о Христе. Да, 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 вообще, класс, я рад, что тебя увидел, ну, рад, мне приятно. Ну, все, тогда будем прощаться, с Богом. А, да, пусть Бог тебе просылает, нуждающихся людей. Помолитесь, я за вас тоже помолюсь, с Богом. Бог позовет. Субтитры сделал DimaTorzok